Всем привет! Сегодня буду готовить домашний йогурт. Такой йогурт готовится очень просто и по силам приготовить его абсолютно каждому. Это очень здорово, что можно получить густой и вкусный кисломолочный продукт в домашних условиях. Я готовлю с таким йогуртом ленивую овсянку на завтрак или просто его ем с гранолой, а ребенок у меня ест его с ягодным джемом. Для йогурта можно использовать молоко, которое обычно покупаете в магазинах. У меня молоко деревенское и очень жирное. Пастеризованное молоко не нужно кипятить, а вот деревенское свежее нужно обязательно прокипятить и остудить до нужной температуры. Я его вскипятила и убираю с него пенку. Мне больше нравится, когда йогурт не сильно жирный, поэтому молоко я сначала отстаиваю в холодильнике, снимаю сверху сливки и потом уже готовлю из него йогурт. Мне просто не очень нравится, когда в йогурте попадаются такие плотные хлопья из сливок. Молоко я остужаю до 40 градусов. Если у вас пастеризованное, его нужно просто подогреть. Не превышайте 43 градусов, иначе в закваске погибнут все бактерии. Также я подготовила стеклянные банки. Они должны быть чистыми и ошпаренные кипятком. Для сквашивания я использую закваску. Сейчас на рынке имеется много производителей заквасок. Вы можете использовать закваску любого производителя, который вас будет устраивать. У меня один пакетик идет на 2 литра молока. Я его высыпаю в молоко и очень хорошо перемешиваю. Заранее прогреваем духовку до 60 градусов и выключаем. Йогурт можно сквасить прямо в кастрюле, а можно разлить по банкам. Ставим банки на противень, накрываем их сверху полотенцем и убираем в теплую выключенную духовку на 15 часов. Я это делаю в ночь, а на утро у вас уже будет готов свежий, вкусный, а самое главное без вредных добавок йогурт. После чего закрываю йогурт крышкой и храню в холодильнике до 3 суток. Если вдруг йогурт вы не съедите за 3 дня, то его можно использовать для приготовления сладкой выпечки. А что мне больше всего нравится, то что можно этот йогурт в дальнейшем использовать в качестве закваски для свежей партии. На пол литра теплого молока положите 3 столовые ложки такого йогурта. Точно так же укутайте его на 15 часов и у вас снова будет свежий йогурт. Кстати, мне такой йогурт почему-то даже больше нравится, он мне выходит более стабильный. А закваски сейчас для йогурта можно купить в интернет магазинах. Меня зовут Катя и у меня на этом все. Желаю удачи и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Пока-пока!